Вандализм или искусство? Челябинскую художницу обвиняют в осквернении памятника Родина-Мать. Что об этом думают челябинцы и музейщики? Об этом в прямом эфире на ОТВ расскажем мы, Юлия Макарова. И Иван Лежнин. Вот еще некоторые темы нашего выпуска. С учетом возраста прогрессирует три болезни. Неужели бывший градоначальник Челябинска отпразднует свой юбилей за решеткой? Евгению Тевтелеву и Евгению Пашкову избрали меру пресечения. Какую, расскажу я Альбер Ахапизова. Чем больше путей к родителям, я имею в виду информационных, тем лучше. Мамам и папам больше не придется скучать на родительских собраниях. Об успехах чада им расскажет каждый учитель лично. В сотой гимназии пошли на эксперимент. Что думают об этом сами педагоги, расскажу я Денис Киселев. Давайте попробуем, работает или нет. Открылось. Юбилейный обладатель ключей. В Челябинске вручили 200-тысячный брелок от умного домофона. Как работают технологии, расскажу я, Маргарита Хижняк. В сезон на два месяца. Суд избрал меру пресечения экс-мэру Челябинска Евгению Тевтелеву. Бывший чиновник пришел на заседание в Черном и просил отправить его под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья. Но Фемида решила иначе. Адвокаты экс-мэра также просили удалить из зала журналистов, но процесс был открытым. Эльвира Хафизова с места событий. На скамье подсудимых 64-летний Евгений Тевтелев, бывшего мэра, привели в наручниках и под конвоем. Судя по его выражению лица, он сильно подавлен, пришел в черной одежде. Просит суд не заключать его под стражу, потому что здоровье якобы шалит. Разделяю умностью серьезность обвинений, которые мне предъявлены. Но при принятии решений просил бы учесть, что действительно у меня с учетом возраста прогрессирует три болезни. Это сахарный диабет, это гипертония и облитерирующий атеросклероз мокрый. Бывшего чиновника защищают сразу два адвоката. Просит не заключать его под стражу, ссылаясь снова на здоровье. Да и бывший мэр якобы от следствия скрываться не собирается. Действительно нет необходимости купить его в состоянии на здоровье, изолировать его. И полагаю, что необходимо учесть также все эти данные личности, не только тяжесть, но и явно возглавляет. Бывшего мэра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Напомню, 11 декабря его задержали в Магнитогорске и привезли в Челябинск на допрос к следователям. Одновременно прошли обыски у Сергея Селющука. Это челябинский депутат Гордумы, а также владелец строительной компании. Позже стало известно об еще одном фигуранте уголовного отдела. Это Евгений Пашков, бывший начальник капстроительства Челябинска. По версии следствия, Селищук дал взятку Тевтелеву и Пашкову. Взамен он просил, чтобы его компания строительная возводила один из самых больших образовательных центров на Южном Урале, который находится в микрорайоне Парковой. Селищук сам сдался полицейским, он написал явку с повинной и рассказал о всех махинациях, поэтому его перевели в статус свидетеля. Тевтелев может скрыться от следствия, а также оказать воздействие на свидетелей и уничтожить доказательства уголовного дела. А вот Тевтелев и Пашков это главные фигуранты уголовного дела. Добавлю, Евгению Николаевичу 64 года, через два месяца должно исполниться 65, но праздновать свой юбилей он будет за решеткой. Также Пашкова тоже по решению суда заключили под стражу на два месяца. Добавлю, расследование громкого уголовного дела продолжается. Челябинскую художницу обвиняют в осквернении памятника родина-мать в Волгограде. Вот так девушка нарисовала одну из самых известных военных скульптур в мире для обложки нового альбома группы «Анакондос». Окровавленный военный мемориал вызвал возмущение у волгоградцев. Челябинку обвинили в вандализме и осквернении истории. Маруся Махмутова считает, что ее работа – это калаш. Согласно идее, памятник плачет кровавыми слезами о своих детях. Работа над обложкой альбома была для нее очень важна с творческой точки зрения. В своем инстаграм Маруся Махмутова написала, что слушала музыкантов с детства. Креатив Челябинский оценили только ее подписчики, но не музейщики. Возмутились и жители Волгограда. Представители музея-заповедника «Сталинградская битва» считают, что художница своим калашом, оскорбила символ победы. Вот как комментирует ситуацию представитель музея Татьяна Приказчикова. Здесь имеет место искажение самого образа, оскорбление памяти. Это является этическим моментом, оскорблением самого монумента. Извратили символ победы. И понятно, что отношение к этому самое негативное и у администрации, и у всего коллектива. Музей-заповедник «Сталинградская битва» является правообладателем самого бренда. Изображение скульптуры Родины Мати. Художница использовала бренд без разрешения. Жалобу в прокуратуру музейщики не писали, но считают, что правоохранители должны дать свою оценку инциденту. Если органы признают, что картинка оскорбляет символ победы, то с Марусей Махмутовой могут взыскать штраф от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Сами челябинцы солидарны с жителями Волгограда. Сайт медиахолдинга УТВ провел опрос среди горожан. Как они считают, искусство это или вандализм? В опросе приняли участие более ста южноуральцев. Большинство высказались, что это осквернение памяти и истории. 26% напротив считают, что это искусство. 20% уверены, что художница просто сделала картинку ради хайпа. И 9% считают это вандализмом. И обсудим эту тему с экспертом. Сегодня гость нашей студии, директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко. Здравствуйте. Добрый вечер. Станислав Ткаченко, здравствуйте. Ну и первый вопрос. Как вы считаете, можно ли эту нашумевшую работу Маруси в принципе считать искусством? Ну я постарался сегодня ее внимательно рассмотреть. Понятно, что в ней заложена некая мысль. И, наверное, к определенному виду искусства можно эту работу отнести. Как бы вы назвали этот вид? Как бы назвал. Ну это некая коллажная техника. Конечно, очень чувствуется фотографическое, не то что прошлое автора, а фотографическое сегодня автора. То есть чувствуется, что автор работает в фотографии. И это влияние, конечно, эти техники фотографически используются. А понятно ли идея, которую художница хотела донести людям? Да, ну вот, к сожалению, я не успел познакомиться с творчеством группы «Анакондос». И хотя я видел и прежде фотографии Маруси, и многие из них были весьма интересны. Но идея любого произведения искусства, любого изображения должна прочитываться достаточно быстро. Если мы говорим о классике, тут, конечно, на это нужно время, и там могут быть слои смысла. Что касается рекламы или дизайна, или обложки, а здесь идет речь об обложке, на мой взгляд, зритель должен сразу понимать, о чем идет речь. Он должен прочитывать. Я не смог понять, что хотел сказать, что хотел выразить автор. А какие-то идеологические функции искусства должно выполнить? Ну, разумеется, искусство во все времена выполняло идеологические, определенные задачи, решало идеологические задачи. Другое дело, что сейчас мы живем в то время, когда, вероятно, искусство более чем прежде свободно от этих идеологических функций. Здесь все намешано, здесь очень много цитат, и поэтому, собственно, эта работа построена на цитирование, на обращение к известному произведению, такой прием, который называется «Оммаж». Опять же, здесь стоят вопросы не столько художественного качества работы, сколько корректности использования изображения с правовой точки зрения и с этической, с моральной. Можно ли считать это осквернением памяти или каким-то даже вандализмом, ваше мнение? Ну, во-первых, нужно было, конечно, решить вопрос использования изображения с обладателем юридических прав на это произведение, а это музей-заповедник. Это первый момент. Второй момент, я считаю, что с произведениями искусства или с объектами, которые вышли за пределы, собственно, искусства и стали национальными символами. Одна из самых знаменитых скульптур. Вот с такими символами, которые перешли из разряда просто произведения искусства в разряд чего-то сакрального, в разряд священного. Вот с такими произведениями нужно особенно осторожно и бережно работать. Я не думаю, что у Маруси был некий замысел какой-то... Вандализм? Да, да, связанный с вандализмом. Она просто, может быть, не до конца разобралась с возможностью использования. Спасибо вам за ваши ответы. Спасибо. И мы продолжим. Губернатор Алексей Текслер поручил в следующем году завершить дорожные работы на подъезде к одному из ключевых курортов региона. Дорогу к озеру Тургаяк отремонтируют. На проблему обратил внимание один из жителей Златоуста и попросил помощи у главы региона на личном приеме. Егор Хвисюк продолжит. Наш город Златоуст находится на перепуте многих дорог. У нас в городе находится национальный парк Таганай. Его посетили за год 140 тысяч человек. Владимир Стронников – коренной житель Златоуста. Истинный патриот своей малой родины и очень переживает за природные богатства родной земли. На прием к губернатору решился прийти как раз поэтому. Утверждает одно из главных сокровищ Южного Урала – второй Байкал – озеро Тургаяк. Для простых людей может стать недоступным. Все из-за дороги, которая ведет к базам отдыха. Остался небольшой кусок, километров 5-7, может быть 10. При подъезде к поселку Тургаяк начинаются вот эти рытвины, ухабы. И сам мост через реку Мяс тоже соответствует, но не самому лучшему качеству. Алексей Текслер внимательно выслушивает мужчину и сразу же дает ответ. О проблеме правительству известно. Этот участок дороги будут ремонтировать в следующем году. Работы должны завершить осенью. Конкурс на поиск подрядчика уже объявлен. Судя по всему, министерство в контракты ставит максимальный срок. Но я, Алексей Сергеевич, поручаю вам, несмотря на то, что крайний нормативный срок – это 25 октября, эти работы закончить раньше. Ольга Фокина на личный прием к губернатору приехала из деревни Нижнюю в поле. И женщина просит построить в селе новую котельную. Старая рассчитана на отопление лишь одного детского сада. Но в итоге отапливает все больницы и школы. Мощностей не хватает. В поселке работает школа, в поселке работает детский сад, в поселке работает поликлиника, в поселке работает социально-реабилитационный центр, в поселке работает дом культуры, в котором я работаю. И каждому этому учреждению нужно тепло. Слово берет министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин. Рассказывает, строительство нового источника тепла уже в планах Минстроя. В 2020-м в селе должны возвести дополнительную котельную. Причем запустят ее до наступления нового отопительного сезона. Алексей Текслер ставит министру условия. Техника должна быть экологичной. На каком теплоисточнике будет работать? Будет уголь. Это будет современная угольная котельная? Просто вопрос экологии всегда важен. Старая котельная, если на угле, мы понимаем, как это все выглядит. Так, здесь, я надеюсь, все эти проблемы будут решены. Обращаются к губернатору и жительнице Верхнего Фолея. В городе пять улиц не подключены к голубому топливу. Газ ждут десятки семей. Точные сроки проведения газопровода неизвестны. Алексей Текслер отмечает, что проект утвержден в Минструе. И ждать осталось недолго. В следующем году почти 200 домов подключат к голубому топливу. Егор Хвисюк, Павел Головин, Евгений Чекалов, ОТВ. Мамам и папам больше не придется скучать на родительских собраниях. Об успехах чада им расскажет каждый учитель лично. В южноуральских школах пошли на эксперимент. В некоторых учебных заведениях ввели новую форму общения с родителями. Вместо привычных коллективных собраний – индивидуальные встречи с учителями. Готовы ли и сами родители к таким переменам? И почему новый формат лучше старого? Разбирался Денис Киселев. Сейчас это еще и система общения между учениками, родителями и учителями. Молодой учитель истории и общества знания Дмитрий Мельников домашнее задание ученикам дает не только на уроки, но и после через систему «Сетевой город». Там же отвечает на вопросы родителей. Здесь чем больше путей к родителям, я имею в виду информационных, тем лучше для школы и для родителей в том числе. В сотой гимназии пошли на эксперимент. Раз в три месяца учителя проводят индивидуальные встречи с родителями. На смену советским собраниям пришла новая форма. Теперь узнать об успехах детей можно у любого учителя при личной встрече. Такая организованная форма способствует, во-первых, и безопасности учреждения, решению вопроса пропускного режима в учреждения. С другой стороны, это побуждает родителей и продумать вопрос. Многие родители нововведения уже оценили. Мамам и папам теперь не нужно по три часа сидеть на родительских собраниях и слушать. К тому же такие встречи обычно проводят в конце рабочего дня, после шести вечера. В это время многие еще работают. Новый формат нам нравится куда больше, потому что меньше времени тратится у родителей на встречу с классными руководителями, с учителями-предметниками. Потому что когда адресное общение с преподавателем, это, конечно, всегда лучше экономит время, экономит силы. Устраивает формат и учителей. Если раньше педагог, к примеру, по химии всю информацию для родителей передавал через классного руководителя, то теперь может напрямую рассказать об успехах школьника или лично его матери, или отцу. Мы же видим детей дома, мы видим их рядом с собой. Что с ними происходит, какие они совершают поступки, порой достойные очень. Вот это вот донести. То есть нужно, конечно, точно, конечно, адресно. И не публично, и не на весь актовый зал. Новый формат общения учителей и родителей пока работает в нескольких школах города и области. Вводить такой метод или нет, решает самообразовательное учреждение. Форму общения с родителями устанавливает сама школа, самообразовательное учреждение. Поэтому они имеют полное право выбрать вместе с родителями только. То есть они вместе должны решить, если большинство родителей такая форма устраивает, почему нет. Однако общие собрания никто не отменял. Для родителей, к примеру, выпускников это пока единственный способ договориться, где и как провести выпускной. Денис Киселев, Владислав Чухров, Дмитрий Абрахин, Антон Чербинин. ОТВ. Через минуту сразу после рекламы смотрите в нашем выпуске. Владислав Кулиев покидает систему трактора. Ледовая площадка в хоккейном дворце станет намного меньше. Почему, расскажу я, Валерия Киченко, в обзоре спортивных событий. Стражи порядка закончили расследование дела маньяка Северка. Сколько лет ему грозит, расскажу я, Елизавета Болдырева, в рубрике «Происшествия» на ОТВ. Решился и подал заявку на ипотеку. Моя семья достойна лучшего. Да-да-да, как же здорово иметь собственное жилье. Ипотека легче, чем кажется. Акция продлена до 31 января 2020 года. Ипотека по сниженным ставкам и без страховок. Реклама Пау Чилинбанк. Выгодная покупка в магазинах «Молния» и «Спар». Сёмга премиум Чили 599,90. Филе цыплёнка бройлера 209,99. Челябинская компания будет поставлять буровые установки в Азербайджан. Продукцией заинтересовались нефтяники. Бизнесмены из Солнечной Республики с деловым визитом посетили столицу Южного Урала и договорились о поставках оборудования, а также заключили ряд других соглашений. Каких, знает Елизавета Болдырева. Давайте я вам побольше покажу. Это всё наше производство. Тёмно-синий костюм, голубой галстук и отглаженная рубашка. Директор машиностроительного предприятия Константин Бухарин пришёл на деловую встречу заранее. Ищет потенциальных покупателей. Бизнесмен больше 10 лет занимается производством буровых машин. Продукцией Южноуральского завода уже пользуются российские нефтедобытчики. Но Константин планирует расширить клиентскую базу. Азербайджан является страной, добывающей нефть. То есть это нефтепромысловое оборудование, которое мы производим. И здесь форум целевой. Приехали представители строительных организаций. Это также наши потенциальные покупатели. В свою очередь азербайджанские бизнесмены предлагают не только заключить контракты, но и наметить дальнейший экспорт Южноуральской продукции. Уже с Ближним Востоком. У нас есть определённые связи с границей. То есть я, например, наполовину сирийца. У меня есть определённые связи в арабском мире. Например, есть связи в Иране, которые я могу помочь бизнесу из Челябинска выйти на иранский рынок. На ближневосточный рынок. Деловой визит бизнесменов в Солнечной Республике организовала территория бизнеса. По мнению специалистов, опыт таких встреч даёт положительный результат. На прошлой неделе из Казахстана и Киргизии на подписании находятся четыре экспортных контракта. Бывает и такое, к примеру, если приезжали китайцы, то контракт может готовиться полгода, год это минимум. Но каждое мероприятие, если, к примеру, там участвовало 10 предпринимателей, то минимум 2-3 контракта всегда выхлопом идут. Делегация намерена посетить челябинские предприятия и, возможно, азербайджанских бизнесменов заинтересует ещё ряд южноуральских производств. Мероприятие проходило в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Хоккейная команда из села Травники получит новую форму, а в Таукаевской школе заменят окна. Проблемы южноуральцев удалось решить после личного приёма председателя законодательного собрания. С какими вопросами ещё приехали южноуральцы к Владимиру Мякушу, Андрей Михайлюк расскажет. С просьбой к председателю законодательного собрания обращается директор Таукаевской школы. Там учатся 64 ребёнка. В здании нужно поменять окна. Летом их не открыть, а зимой сквозь рамы дует ветер. В 80-е годы построились с нарушением технологии, поэтому окна уже изначально не открывались. Без специалиста, без взлома и без газидёр не открывались и не открываются. А не в том смысле, что они старые, 50 лет простояли и так далее. Просьбу директора Владимир Мякуш услышал. В регионе уже не первый год реализуется проект «Тёплое окно». Депутаты законодательного собрания направят на замену окон деньги из областной казны. 1 миллион 200 тысяч рублей. Если на торгах получится сэкономить, то оставшуюся сумму направят на ремонт здания. Кроме школы есть в селе и детский сад «Сказка». Там тоже не всё радужно. Нужно менять крышу. Кровлю у нас не меняли никогда. В 79-м году было построено наше учреждение, и замены кровли и ремонта не было. Своими силами мы пытались, как могли, проремонтировать. Но, в принципе, это недостаточно. Сами понимаете, что шифер уже за это время придерживался. Кровлю в садике должны заменить летом. На замену покрытия из областного бюджета направят 1 миллион 600 тысяч рублей. Помогут и хоккейной команде «Колос» и «Села Торвники». Они одни из лучших в регионе. Регулярно становятся призёрами районных и областных соревнований. На новую экипировку они получили 350 тысяч рублей. Мы ставим задачу перед каждым депутатом и перед органами исполнителя власти максимально быть полезными для избирателей, вникая в те проблемы, которые волнуют жителей города, области. Сегодняшние приёмы в областном парламенте прошли в рамках Общероссийского дня приёмов. Он посвящён Дню Конституции. До позднего вечера двери законодательного собрания были открыты для посетителей. Андрей Михалюк, Денис Киселёв, Леонид Клеменчук, Георгий Крысенков. ОТВ. Больше 100 тысяч школьников Челябинска помечтали о будущем России. Свои предположения не изложили на бумаге, а лучших сегодня наградили. Отметить заслуги юных писателей пришла и первая леди Челябинской области. Кто стал победителем, расскажет Владислав Чухров. В зале только лучшие юные писатели региона. В этом году около 100 тысяч школьников города и 120 школ постарались передать на бумаге свои мысли и чувства и личное отношение к родной стране и её будущему. Победителем среди учеников начальной школы стала второклассница Виола Шадьюсова. Своё сочинение девочка посвятила природе Южного Урала. В написании Виоле помогала мама. Она помогала мне придумывать и писать. Как хорошо жить на природе, как заводят лягушки свой оркестр. Конкурс проводится уже третий год. Раньше он был только в Тракторозаводском районе, но в 2019-м стал городским. Всего в конкурсе «Россия. Страна мечты» от компании «Бавит» нефтсервис и администрации города Челябинска приняло участие около 100 тысяч учащихся с 1 по 11 классы. Главными критериями для жюри была грамотность, раскрытие темы и творческий подход к заданию. В финал вышли 163 школьника. Победителей 14 человек. В зале собралось почти 300 гостей. Возраст детей с 1 по 11 класс, по возрастным категориям. 1 и 4 классы, 5 и 8 и 9 и 11. И специальная группа – это дети специально коррекционных классов. Победителей конкурса награждали генеральный директор группы компании «Бавит» Михаил Витгов, генеральный директор компании «Нефтсервис» Михаил Камышев. Очень трогательные мысли вы пишете. Вам творить будущее, в котором вам жить, вам развивать эту страну. Когда читаешь их сочинения, там очень много интересных мыслей проходит, которые действительно можно сейчас применить в наше время. Здесь мы больше сподвигаем детей к труду, и, скажем так, чтобы они осознанно уже мечтали о своем будущем. Победителей награждают первые лица города и области. Все подарки школьникам в том числе вручает первая леди Челябинской области, супруга губернатора Ирина Текслер. Потрясающе, какие интересные вещи они писали. Писали в стихах, писали о заветах своих предков, писали целые планы, стратегии развития нашей страны на будущие годы. Ведь очень важно, как дети хотят видеть нашу страну в будущем. 14 призеров удостоились денежных премий. За первые места получили по 7 тысяч рублей. А также в подарок получили книги о России и билеты в кино. Все финалисты, педагоги получили дипломы, сувенирную продукцию от организаторов. А после для детей приготовили сладкие угощения. Также было организовано интернет-голосование за финалистов. Заочно проголосовало более 10 тысяч человек. Победителю вручили планшет. Владислав Чухров, Леонид Клеменчук, Надежда Головина, ОТВ. Юбилейный обладатель умного домофона. Современный девайс установили уже 200 тысяч горожан. С помощью современного оборудования и специального приложения можно прямо со смартфона смотреть, кто пришел в гости и дистанционно впускать посетителей. Какие еще функции есть у умного домофона, знает Маргарита Хижняк. Александр, компания «Интерсвязь» рада вам включить 200-тысячную связку ключей от умного домофона компании «Интерсвязь», а также дарит вам в подарок приставку «Избокс». Чтобы не только интерактивное телевидение смотреть, но и следить за обстановкой у подъезда. Интеллектуальную приставку Александр Томилов получает как юбилейный обладатель ключей от умного домофона. Его комплект оказался 200-тысячным по счету. Ну, давайте попробуем, работает или нет. Открылось. В этом доме Александр живет с 1986 года. Район Центральный, двор проходной. Чтобы обезопасить семью, решил установить умный домофон. Обратился в компанию «Интерсвязь», поговорил с соседями. Жители такую инициативу одобрили. Мы будем видеть, кто с ребенком заходит. Тем более показательно, что раскрывались многие преступления при помощи видеодомофона. Предложение нескольких компаний рассматривали. Этот домофон получился более инновационный, более дешевый в обслуживании. Как абонентская плата, соответственно, как бы остановились над компанией «Интерсвязь». Установка умного домофона бесплатная. Достаточно подать заявку в компанию «Интерсвязь». Если половина жителей дома согласны на апгрейд, техника появится на дверях подъезда через несколько дней. Тариф 30 рублей в месяц для владельцев домофонных трубок и всего 5 рублей для тех, кто предпочитает открывать дверь с помощью смартфона. Сейчас все меньше приходится нам людям объяснять преимущества домофона. Они уже это сами поняли. Заявок очень много. Чтобы нам все успевать, мы сотрудничаем со многими управляющими домофонными компаниями. Так что не переживайте, все желающие получат свою услугу вовремя. С помощью нового домофона можно дистанционно открывать дверь, видеть, кто пришел в гости и даже наблюдать за своей машиной на парковке. А для тех, кто не привык к новинке, умный домофон предлагают использовать как обычный. Наверное, не меняется, что они, как раньше, прежде пользовались ключом и сейчас также ключом. Для них ничего это, я считаю, что не значит. Интеллектуальные устройства установлены в 16 городах присутствия компании «Интерсвязь». До Нового года умными домофонами начнут пользоваться еще 20 тысяч южноуральских семей. Маргарита Хижняк, Артем Большаков, ОТВ. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в вайбере и ватсапе номера на экране. Сразу после выпуска Валерий Китченко с новостями спорта. Встретимся на ОТВ в полночь. Агентство недвижимости «Квартирный ответ». Офисный центр «Полет». Улица Сони Кривой, 83. Наставники выберут 12 героев реалити-шоу, которые будут строить свой бизнес на протяжении 8 недель на глазах у тысяч телезрителей. Следить за успехами и неудачами участников реалити-шоу можно будет на телеканале ОТВ и в наших социальных сетях. И помните, все решения, которые принимают наставники-инвесторы, не имеют ничего личного. Просто бизнес. Здравствуйте. Это новости спорта в студии Валерий Китченко. Владислав Кулиев покидает систему трактор, а ледовая площадка в хоккейном дворце станет намного меньше. Почему? Расскажем в нашем обзоре. Челябинский трактор должен уменьшить ширину игровой площадки с 30 метров до 28 или 26. Это финские и канадские размеры соответственно. И сделать это к следующему сезону. Такое решение принято на совещании президента КХЛ Дмитрия Чернышенко с руководителями клубов лиги, которые должны привести разметку к единому образцу. Новая разметка, новые площадки, все это, конечно, приводит к более бескомпромиссной и активной, яркой борьбе, которую нужно нам, зрителям. По словам вице-президента генерального директора трактора Бориса Витгофа, то, что некоторые клубы уже переделали свои коробки, вариант с двумя допустимыми размерами на ближайшее время представляется наиболее логичным. Челябинский клуб поддерживает это решение, но пока не определился шириной площадки – 28 или 26 метров. Добавлю, что на данный момент только 7 из 24 команд в лиге сохраняет европейский размер на своих аренах, то есть 60 на 30 метров. Помимо трактора, это торпеда Салават Юлаев, Йокерит, Кунлунь, Локомотив и Рижская Динамо. Лучший бомбардир Челнета Владислав Кулиев покинул клубную систему трактора и продолжит хоккейную карьеру в Ханты-Мансийской Югре. Причем трактор получит за его переход денежную компенсацию. Напомню, что 21-летний нападающий в этом сезоне провел за Челмет 32 игры, забив 4 шайбы и сделав 14 результативных передач. До этого Кулиев был в составе «Белых медведей» 195 матчей. По словам воспитанника школы «Трактор» бронзового призера чемпионата МХЛ Владислава Кулиева, переход в другую опытную команду для него шаг вперед. И он будет очень рад вернуться в систему трактора в будущем. Завтра Челябинск встретит матч звезд по баскетболу. Он проводится уже восьмой раз. И в этом году посвящен памяти заслуженного тренера России Юрия Перминова, основателя главного тренера и президента женской команды Суперлиги «Славянка». На паркете встретятся представительницы баскетбольного клуба и известные персоны Челябинска. Турнир является благотворительным. Куда направить средства, знает моя коллега Ульяна Любимова. Человек-легенда Юрий Перминов ушел из жизни пять лет назад, 4 декабря 2014 года, оставив большой след в челябинском спорте и баскетболе. Четверть века он возглавлял команду Суперлиги «Славянка», был главным тренером и президентом клуба. Для игроков вторым отцом, для семьи заботливым мужем и папой. Значительная часть его жизни. Он горел, он любил очень баскетбол и дело, которым занимался. И всегда хотел максимальных результатов. Поэтому мы будем завтра вспоминать о нем очень тепло и с достоинством. В этом году турнир памяти Перминова пройдет в рамках традиционного предновогоднего благотворительного мероприятия «Матч звезд». Среди приглашенных министр спорта области Леонид Одар, начальник городского управления Максим Клещевников, депутат ЗСО Дмитрий Альтман, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, спортивный директор трактора Евгений Иванов. Вместе с бывшими игроками «Славянки» на площадку выйдет и 15-летний сын Юрия Николаевича Николай, который достиг баскетбольного роста в 196 сантиметров. Спортивный праздник проведет актер сериала «Саша Таня» шоумен Арсен Карапетян. А средства от продажи сувенирной баскетбольной продукции пойдут на командирование областной женской сборной на межрегиональные соревнования. Начало в 14 часов 30 минут во дворце пионеров и школьников имени Крупской. Серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в шестом Тимур Маргунов и наставник легкоатлета Александр Шалунников станут гостями итоговой программы «Весь спорт». И расскажут, как отреагировали на запрет ВАДА об участии российской сборной под национальным флагом. Ведь Тимур – один из 17 южноуральских кандидатов на летние Олимпийские игры в Токио. «Все ожидали этого, как ни крути, но было все равно тяжело это воспринимать, потому что пытала какая-то надежда тебя, что вот, сейчас скоро все изменится, ну вот это последний гвоздь, так сказать». «Очень неприятно и больно было в очередной раз. Для тренеров, для спортсменов это, конечно, травма, психологическая травма и моральная». Для Тимура Маргунова Александр Шалунников – второй тренер. Наставник сразу заприметил в молодом спортсмене талантливого прыгуна. «Я всегда следил за ним, когда он тренировался, еще у первого тренера, я всегда наблюдал за ним, и мне Тимур нравился в плане того, что вот его техники, его спортивной злости такой, и самое главное…